Добрый вечер, друзья. Ну что, российская пропаганда оперилась. И белорусам на главных каналах уже рассказывают, как надо начинать вешать избранных на столбах в Минске, тем самым давая понять Лукашенко, что репрессии должны быть очень и очень большими. И он их начал воплощать. Давайте об этом поговорим. В прошлом видео мы с вами обсуждали, как сначала до воскресной забастовки НТВ выходит и рассказывает, «Батька, мы тебе больше денег не дадим, когда ты уже навидишь порядок и договоришься с людьми. А после воскресных митингов и жесткого подавления РТР выходит с кадрами, подписанными, что это Минск, а туда вставляют Карабах разбомбленный. И дальше они начинают нагнетать обстановку. Теперь уже белорусам устами говорящего шизоида Жириновского рассказывают на главном канале России, «Как надо вешать белорусов». Посмотрите этот ужас. Ну что нужно сделать, если действительно власть еще есть в Беларуси, и она есть? Нужно спецназ направить, она же сидит в Вильнюсе, ее выкрасть из гостиницы и привезти в Минск и трибунал. Он сам ее туда отвез. Трибунал. А теперь привезти, трибунал и повесить в центре Минска, чтобы все видели. Владимир Вольф. Да, 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 как Столыпин вешал. Столыпин вешал их. А в этом нет состава преступления? Если бы Столыпин не вешал по всей стране, у нас бы не было вообще страны еще в 907 году. Вы понимаете, что это? Вся страна и какая-то вот остереводная бабенка. Посмотрите, это мерзкое лицо. Это ведьма. После этого сумасшедшего Жириновского на главные каналы Белоруссии побежал министр МВД. Правда, сегодня он уже бывший. Лукашенко его назначил в какую-то область править. Назначил нового министра МВД. Он уже третий раз тасует колоду после выборов. Потому что он просыпается с чувством, что сейчас будет переворот. Засыпается этим чувством. Он живет в постоянной депрессии. Ну, он идет к одной мечте. И все сделать из Белоруссии Северную Корею. Изолироваться. И быть вечным правителем. Потому что больше всего он переживает за своего юного и молодого автоматчика, который бегал с бронежилетом в 15 лет или в 16 с автоматом. Потому что наследство он как царь хочет передать сыну. И для него пример Северной Кореи. Наверное, просто мечта всей его жизни. Ну ладно. Министр МВД, как жирик, побежал на телевидение и начал рассказывать о боевых рогатках, друзья. Что их целый год уже изготавливали до выборов, чтобы убивать милиционеров. Послушайте, министр МВД. Чтобы все понимали, болты и гайки – это то, чем собирались стрелять из боевых рогаток. К слову, один из бойцов за год до событий устроился на МАЗ и использовал свое рабочее место, чтобы изготавливать боевые рогатки. Естественно, ГУБОП его вычислил и взяли его со всем его арсеналом. Но имеет большую бойную силу такую роль? Дальше этот уже бывший министр побежал на другой телеканал и рассказал, что он проводит очень большую работу, чтобы простой участковый милиционер применял оружие и не боялся. И всех чиновников, всех вот этих низкого уровня, скажем, назовемых, это тоже менеджеры, они просто запугивают и хотят всех запятнать в крови и всех замазать в крови собственных людей. Послушайте, как он рассказывает, что простой участковый милиционер должен как можно быстрее доставать свое табельное оружие и его применять. поменялось. Идет война, скажу я так, идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха. А мы все еще раскачиваемся. И вот моя работа, прежде всего, в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твоей жены зависит от того, насколько ты быстро и решительно выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все еще пытаешься их уговорить. Это же специально все пускают в эфир. Они уже не знают, как запугать белорусов. Они их бьют, они их избивают, они их штрафуют на большие деньги. Они их сейчас массово увольняют. Студентов начали отчислять, уже первых 40 человек отчислили. При этом, заходя в деканат за документами и приказом об отчислении всем вручали, ну, парням повестки военкоматы. Они увольняют, там, я не помню в каком театре, главную скрипку Белоруссии. Они уволили главный голос из оперы Белоруссии. Они закрывают театры. Они арестовывают медиков. Вчера какой-то парень вышел под институт просто с плакатом «Ребята, мы гордимся вами». Все, 15 суток. Сегодня осудили женщину, которая испекла бело-красно-белый флаг. И милиционер, который давал сегодня в суде показания, сказал, что она протестовала с помощью зефирки. Он будет строить концлагерь. Белорусы, вы должны быть едины как никогда. Он хочет сделать Северную Корею. Сидание, три минуты. Тебя засадили вместе ворами и бандитами. Как это может быть? Да что ты? Что ты, сынок? Да в тюрьме-то ведь полным-полно честных людей. И вообще хороших-то людей вокруг больше. Так что же они сделали? Ровно ничего, сынок. Вот за это их и посадили. Принцу Лимону порядочные люди не понутру. Тюрьма построена для тех, кто ворует и убивает. А у принца Лимона все наоборот. Воры и убийцы у него во дворце. А в тюрьме сидят честные люди. Ну и сегодня уже наконец-то Лукашенко признался, что он хочет войны со своим народом, потому что он начал использовать такие слова «Мы в плен никого больше не берем». Если мы забежали в квартиры и вас там бьем, и кто-то поднимет руку, чтобы сопротивляться, он должен остаться без этих рук. В принципе, тут не надо комментировать, вы сами можете все это услышать. «А где-то где?» «Где где-то?» «Мы в плен никого не берем». «Если кто-то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генералу, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю, это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать». Друзья белорусы, за вами следит не только Украина. У меня огромное количество комментариев из Казахстана, у меня огромное количество друзей в России, они тоже за вами следят. Вы показываете первыми, как бороться с диктатором. В Украине просто не допущен к власти был ни один диктатор, и любая попытка диктатуры сразу пресекалась очень сильно. Да, где-то с большими потерями и большой для Родины бедой, но диктатуры нет. Можно пойти на выборы и в любой момент поменять власть. И мы уже научились это делать без крови. Прийти и просто сказать другой. Точно так же будет и с этим другой. И мы когда-то найдем того нормального менеджера, который будет думать о реформах и делать из страны конфетку. Да, сложно, да, тяжело, да, везде мафия, которая очень-очень сильная и с очень-очень большими ресурсами. Но люди стали умнее. И я уверен, что Беларусь, как сам народ за эти два месяца, нашел в себе гораздо больше сил, чем даже сам мог представить. Гораздо больше людей поверило в то, что они делают. Я очень хочу, чтобы у вас все получилось. И я очень хочу, чтобы это было без крови. И я верю, что вы добьетесь результата без крови. На вас смотрит весь мир. Подписывайтесь. Все, кто против диктаторов и против воров в политике. А там они практически все. Давайте строить цивилизованный мир. Давайте покорять планеты. Не давать грабить наши страны. Живе Беларусь. А последнее видео специально для Лукашенко. Хранические атаки это когда тебе просто резко очень сильно становится страшно. Не до такой степени, что надеваешь на сына бронежилет, берешь автомат, летаешь по городу, вот это все. Столько болезней стало, знаете, м м Продолжение следует...